Почему на родище около консерватории не стоит светофон? Задать вопрос лично начальнику областного ГИБДД может любой водитель. Для этого достаточно знать, на каком участке дороги откроют временную общественную приемную. Подобные встречи в Саратове стали уже традиционными. На дороге удобнее общаться. Гораздо. Почему? Потому что времени найдешь для кабинета куда-то ехать, по нему, к начальству. Здесь все на месте. На этот раз многие автовладельцы подготовились заранее. Называют сразу десятки перекрестков, где не хватает светофоров и знаков. Павел Рогов отчитывается, что изменилось на дорогах региона после последней встречи. Действительно водители задавали такие вопросы по знакам. Именно знаки по разметке. И многие мы чистку знаков провели, разметку обновили. Результат есть. На дорогу вместе с Павлом Роговым вышли руководители всех подразделений. Отвечают на любые вопросы. Даже на обидные. Начальник областного ГИБДД признается, это когда жалуются на сотрудников. Упреков в последнее время стало меньше, но все равно встречаются. Хотите, верьте. Хотите, нет. Но с каких это? На каких-то обвинений определяется алкотестер. Явно не доучили, для чего алкотестер. Водитель уверяет, именно так свои действия в суде объяснил инспектор. Спустя буквально несколько минут Павел Рогов выясняет. На этого сотрудника уже жаловались на прошлой встрече. Сейчас тут же пробили. Этот инспектор уволен. Понимаете, человек же пришел, пожаловался. Все факты подтвердились. Ну там поглубже копнули, еще одна шли. Написал рапорт, мы его уволили. Вопросов у водителей много. Недовольны пробками, отсутствием парковок и разметки. Но чаще приходится разбираться в конкретных случаях. Большинство автовладельцев, как и Дмитрий, просят разобраться в своих историях. Меня вкратце остановили и сделали, что я отказался от прохождения метаосвидетельства. То есть это лишение прав. Поэтому я должен был вынужден за свои деньги поехать проходить независимую медицинскую экспертизу. Я потерял весь день на работе. Вот такие вот проблемы у меня сложились. Экспертизм показал, что я абсолютно трезвый. Никакого даже остаточного. Алкоголя нет в крови и во всех анализах, которые я сдал. Дмитрию пообещали разобраться в ситуации и назначили еще одну индивидуальную встречу. Впрочем, начальник областного ГИБДД пообещал, что отвечать на вопросы будет не только на дороге. Он готов общаться с водителями и в своем кабинете в любое время, вне зависимости от часов приема граждан. Впрочем, начальник областного ГИБДД.